Сегодня в выпуске. Что делать, если кот любит точить когти от мебели или обои? Чем вредно удаление когтей? Как герой программы попал в приют Бусинка? Волонтеры нередко слышат такую историю. Кот ободрал все обои, не могу с ним справиться, буду избавляться. Действительно, коты могут издирать все, что им нравится, мебель, обои и все, что их окружает. Но это дело воспитания и своевременной стрижки когтей. Кстати, о своевременности. У некоторых котиков когти врастают, как у нашего приютского героя. И на эту тему мы поговорим немного позже, а сначала познакомимся. Здравствуйте! Как у нас зовут нашего питомца и какой у него примерно возраст? Ее еще никак не зовут. Ей примерно 6 лет. Она поступилась к нам совсем недавно. Ее нашли какие-то бабушки, волонтеры, кавычки. И сообщили просто нам, что у нее либо сломаны лапы, либо ее сильно обморожены, что она на них не наступает. Хозяева безымянной кошки абсолютно не следили за ее здоровьем. В ветклинике выяснилось, что ее когти вросли в подушечки лап. Это причиняло мурлыке сильную боль, и она перестала ходить. Она могла погибнуть, если бы ее не подобрали. Чтобы когти не врастали, кошке нужно их стачивать. Часто когтеточкой становятся диван, стулья, обои. Хозяева используют разные методы пресечения. Стрижка когтей, антицарапки, но они нравятся не всем котам, или полное их удаление. Последний способ самый жестокий и причиняет питомцу страдания. Убирается не только коготь, убирается полностью когтевая фаланга. И, по сути говоря, животное остается с половиной пальца. Если нет пальцев, неправильно идет распределение давления на конечность, это животное инвалид. То есть ему больно перемещаться? Ему неудобно перемещаться, ему больно перемещаться. Он не может нормально запрыгнуть, он не может нормально физиологично распределить свой вес на нагрузку на лапы. Поэтому здесь мягкие лапки в большинстве стран запрещены. А тучить кошку точить когти можно с помощью когтеточки. Она должна быть высокой и желательно ступенчатой, например, в виде дерева. Ее нужно поставить в районе того места, где кошке нравится точить когти. Приучать когтеточки нужно на запах. Нужно взять мешочек с валерьянкой, с корнями валерьянки, подвесить сверху, и кошка будет за ним добираться. Потому что кошки любят запах валерьянки. Но не переборщите. Если вы слишком много туда положите валерьянки, то кошка перевозбудится, и, соответственно, вы не добьетесь нужного эффекта. Это буквально там пол корешочка сухого. Он у тех как продается. Оттолкнуть кошку от мебели и стен поможет фольга, двусторонний скотч. Липко и шуршаще пугает кошек. Можно застать кошку на месте преступлений и облить из водяного пистолета. Нужно не забывать стричь кончики когтей каждые две недели. И Мурлыка перестанет хулиганить. Кстати, безымянная кошечка из приюта не хулиганит вообще. У нее покладистый нрав. Она обычная, хорошая кошка, ласковая, социальная, активная. Ей нужно много гладиться, как я вижу. Ей очень нужно много гладиться. Нежная кошка подойдет любой семье. Она здорова в самом расцвете сил. У новых хозяев есть шанс придумать ей новое имя. Быть может, этими хозяевами станете вы? По крышам он не ходит, не ловит он мышей. И лапа ее натянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу. Фигуры в оправдании леса шнется на судьбу. Охотник не кутыш. В следующем выпуске готовим дом к появлению собаки. Что нужно спрятать? Какая амуниция нужна для щенка и как ее выбрать? Новый жизнерадостный герой из ласки. Новый жизнерадостный герой из ласки.